Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это небольшой новостной блог The Isle Evrima. Перед началом данного выпуска, как обычно, хочется поблагодарить всех наших донатеров и спонсоров на канале за вашу финансовую поддержку канала. Спасибо, друзья! Ну что же, в этом ролике постараемся с вами раскрыть немного карты о будущем Evrima. А именно, узнать, какие динозавры появятся в Evrima по мере ее создания и завершения к финальному выпуску. Кстати, многие мне часто задают эти вопросы, поэтому собрался с мыслями и записал для вас этот ролик. Ну что же, мы будем отталкиваться от всей той информации, что было ранее, что нам уже известно согласно всем готовым концептам, слухам и прочее, а также дорожной карты. А начнем мы с первого обновления. Ютораптор Тенантазавр Были включены сразу в игру, как только Evrima и первое обновление поступило в наши лапки. Это были единственные играбельные динозавры. Ютораптор до сих пор, кстати, остается исключительно любимчиком публики. Второе обновление, которое нас ждало. Корнотавр, Гипсилофодон, Стигозавр, Дриозавр. Корнотавр, Корнотавру Рознь. Помню большие мегапаки Карначи на серверах. Косили все и вся. Гипсилофодон. Маленький малыш, который самый очаровательный, на мой взгляд, сейчас в игре. Плевался бы он сейчас кислотой, цены бы ему вообще не было. Дриозавр. Быстрый, но слабый. В шестом обновлении проявит новые способности, которые многих удивят. Итак, мы добрались до четвертого обновления. А скоро уже шестое. Погнали. А, постойте-ка. Стигозавр. Вот это мощь. Всего и вся, на мой взгляд, сейчас является в Evrima. Большой и сильной. Многим до сих пор непонятно, зачем водить такого динозавра, который всех крушит на своем пути. Мы пройдем дальше, чтобы все понимать. Да, конечно, сейчас реальная угроза от него грозит всем динозаврам. Но опытным игрокам не составит труда уничтожить эту мощь. Обновление 3. Ждали долго, но оно того стоило. Дейнозух Птеранадон. Дейнозух принес в геймплей дополнительно 50% хоррора и интереса геймплея. Первый водный динозавр, обитатель болот и рек Исласпира, который имеет огромные челюсти и пасть. Я бы даже сказал, первой карты Исласпира. Ну, ладно. Это надо было раньше вставить. Хорошо, ладно. Проехали, поехали дальше. Мощные, огромные челюсти и пасть, чтобы с легкостью утащить вас на дно и убить. Огромный исловский крокодил. Лично сам ждал выпуска этого динозавра больше всего. В некоторые десторические подробности вдаваться не будем. Птеранадон. Первый, но не единственный пока что летающий динозавр в игре. Можно я буду так выражаться? Мы узнали с высоты птичьего полета, как выглядят красоты первой карты Эврима. Обновление 4. Пахицефалозавр. По версии Legacy слабенький динозавр, но в Эврима переломает кости многим динозаврам. Итак, на данный момент мы в реальном времени имеем 9 динозавров. Делаем большой шаг в будущее. Мы знаем, что после выпуска всех систем жизнедеятельности, выпуска новой карты погоды, начнется полноценный выпуск динозавров. Поехали. Обновление 6.5. Традон Бэйпиазавр. Бэйпи, полуводный всеядный динозавр. Хорошо покромсает в вас длинными когтями и скроется на дне рек и болот, что даже Дейнозух не заметит. Традон, ядовитый и прыткий. Плюсуем будущую возможность имитировать голоса и звуки других животных. Циратозавр. По-моему, уже 12-й номер, да? Это уже 12-й динозавр. Имея сильную хватку, мощные челюсти, а также инфицирующий укус, Циратозавр будет хорошим противником своему тиру практически любому виду. Дилуфазавр. Ядовитый хищник с самым лучшим зрением. 14-й номер. Это Галимимус. Безобидный, травоядный, но его мощные и быстрые ноги могут нанести хороший урон тому же Ютараптору. Герерозавр. Скрытный, ядовитый. Один из первых динозавров, кто сможет перемещаться по неровным поверхностям на карте в игре. 16-й. Авераптор. Сравним с Гипсилофодоном. Кентразавр. Красивый, не правда ли? Корнотавром будет не очень сильно по зубам. 18-й и 19-й. Компсагнатусы Птеродактиля. С ботов превратятся в игровых. Да-да, не говорил никто, что они будут только искусственным интеллектом. Магия Розавр. Большой и сильный будет иметь не только хороший размер, но и уникальную способность отравления. Анкилозавр. Дробящий кости хищником второго тира и имеющий способность передвигаться под водой. Терезинозавр. Острые когти, которые будут разрывать небольших динозавров на две части. Минме. Маленький и неуклюжий. Диаблоцератопс. Хищником второго тира в будущем лучше обходить его стороной. Двадцать шестой Австрораптор. Двадцать седьмой Алозавр. Засадный быстрый разоритель гнезд. Акроконтозавр. Каннибал своего вида. Двадцать девятый. Мегалания. Огромная, ходячая и опасная ящерица. Паразавр. Громкий, травоядный, быстрый. Особые и мощные удары головой. Тридцать первый. Альбертозавр. Тридцать второй. Зухамимус. Полуводный рыболов и убийца. Протоцератопс. Возможно, я где-то что-то упустил, но уже да. Тридцать три динозавра. Пришло время гигантов. Тридцать четвертый. Гиганотозавр. Тридцать пятый. Тираннозавр Рекс. Тридцать шестой. Шантунгозавр. Тридцать седьмой. Трицератопс. Тридцать восьмой. Владыка Неба. Птернодонам не повезло. Кецалькуатль. Дейнахейрус. Камарозавр. Диплодок. Апатозавр. Брахиозавр. Уэртозавр. Простите, пропустил маленького. Авацератопс. Сорок шестой и самый последний на данный момент, который известен по информации разработчиков, кто завершит выпуск всех динозавров в игру, несравнимый спинозавр. Итого мы имеем сорок шесть. Неплохая цифра. Да, наверное, я где-то что-то не вставил или специально, возможно, не обозначил инфу, чтобы вы в следующий раз не пропускали наших новых роликов, также новых интересных блогов новостей и стримов на канале. Собственно, то, что я сейчас все пронумеровал, я сделал такой небольшой анализ, и многие также из вас, многие ребята, которые очень четко следят за всей информацией от разработчиков, я думаю, что по данному номерному блоку это будет выпуск динозавров. В общем, короче, пальчик вверх, подписка на канал, все, всем хорошего выживания в The Isle of Riva, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok